МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите обратную связь, проект канала ОРТ, который позволяет вам, зрителям и нам, журналистам, получить ответы на самые острые, важные и сложные вопросы. Сегодня поговорим о том, почему у нас не хватает полицейских, особенно таких, какими мы бы хотели их видеть. Вместе с экспертами попытаемся понять, почему большую часть претендентов на форму отсеивают психологи и что нужно сделать, чтобы о службе, как раньше мечтали с самого детства, о работе в наших правоохранительных органах, гордились. Напомню, вы тоже можете стать участниками нашего обсуждения. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить, задавать вопросы, высказывать ваше мнение по номеру 8 800 257 01. Также нам хочется понять, как оренбуржцы относятся к этой проблеме. И прямо сейчас мы запускаем интерактивный опрос. Наш опрос сегодня звучит следующим образом. Нам хочется понять, как оренбуржцы для себя видят работу сотрудников полиции. Итак, работа в полиции – это вариант ответа номер один. Возможность получить некую власть. Вариант ответа номер два – служение людям. Вариант ответа номер три – стабильность на государственном обеспечении. Вариант ответа номер четыре – обычная работа такая же, как все остальные. Чтобы проголосовать, звоните по номеру 8 800 257 02. Напомню, звонки на оба номера бесплатные. Не оставайтесь равнодушными, присоединяйтесь к нашему диалогу. А мы начинаем. Наш первый гость – начальник управления по работе с личным составом МВД России по Оренбургской области Алексей Александрович Берестовой. Алексей Александрович, спасибо большое, что пришли. Начнем с этого, пожалуй. Добрый вечер. Действительно, проблема есть такая, как комплектование сотрудников органов внутренних дел. Сколько вам не хватает на сегодняшний день сотрудников? Давайте так, чтобы было понимание. Естественно, нам хочется, чтобы наш штат был укомплектован на 100%. В настоящее время комплект составляет 6,5%. Это много или мало? Ну, если, давайте так, цифры по России, они составляют некомплекта 7%, у нас 6,5%. То есть мы чуть-чуть-чуть получше, чем Республика. Мы чуть-чуть идем получше, но почему мы стараемся все-таки до минимума снизить некомплект? Мы прекрасно понимаем, что после тех реорганизаций, которые происходили в органах внутренних дел, после 22% сокращения, которое было проведено в системе, нагрузка на оставшихся сотрудников, она намного, конечно же, возросла. И поэтому мы отдаем себе отчет о том, что нехватка даже одного сотрудника на том или ином рабочем месте, это возрастает. Завал для всех. Это нагрузка на его товарища по службе, значит, он будет более загружен, меньше бывает в своих семьях и так далее. Поэтому мы стремимся сократить некомплект, конечно же, до минимума. И будем за это бороться и принимаем все меры для того, чтобы этот некомплект у нас снижался. Действительно ли большую часть претендентов на место отсеивается именно на этапе собеседования, так скажем? Ну, вы имеете в виду профессионально-психологический отбор, который проходит каждый сотрудник в органах внутренних дел. Я, опять же, для понимания скажу в процентах, это порядка 10% от всех кандидатов, которые к нам идут. Отсев идет на психологическом отборе. Дело в том, что это обязательная процедура, которой должен пройти кандидат, который поступает к нам на службу. Во время прохождения этой процедуры кандидатам проводится тестирование определенное, отвечает он порядка на 700 вопросов. Это вопросы для того, чтобы понять его, скажем так, мировоззрение. Это в обязательном порядке детектор лжи проходит каждый кандидат, который поступает к нам на службу. Ну и определенные также тесты на интеллект. После чего также в обязательном порядке беседа с психологом. Задача всех этих процедур – выявить возможные отклонения от общепринятых норм. Возможные склонности к алкоголизму, к наркомании, к противоправному поведению. Все это выявляется в ходе этих процедур. И, естественно, мы не можем принять в ряды сотрудники, которые показали эти отклонения. – Если я правильно понимаю, еще идет отбор на уровне физического состояния. То есть здоровье плюс какая-то силовая подготовка. – Да, не секрет, что пройти нашу комиссию достаточно сложно было. Но, во всяком случае, до последнего времени, в настоящее время, приняты ряд нормативных документов, которые немного, немного они эти параметры снижают. Потому что у нас были очень жесткие параметры. Они были жестче, чем даже в войсках. Потому что даже не все военнослужащие, а служившие армией могли пройти нашу комиссию. – Я даже слышала, что люди, допустим, после инфаркта вынуждены были прекращать, так скажем, активную службу или переходить в какие-то… – Да, параметры медицинские у нас были очень жесткие. Потому что есть… Ну, все должны понимать, что нагрузка достаточно высокая. Она и физическая, и эмоциональная у сотрудников форумов внутренних дел. Это и режим работы подразумевает, скажем так, ненормированный режим работы. То есть нужно эти нагрузки выдерживать. Если у человека есть хронические заболевания какие-то, то не нужно подвергать риску человека сразу, заранее уже, беря его на работу. То есть мы это прекрасно понимаем. – Опять же, если правильно помню, то еще есть этап отсева… Ой, грубо выражусь, так скажем, на основе, ну как сказать… – Прошлого человека и его ближайшего окружения, да? То есть были ли судимости, всякие правонарушения даже мелкие? Есть ли родственники, которые, так скажем, так или иначе имели проблемы с законом? – Да, эта проверка также проводится, так называемые спецпроверки, когда проверяется сам кандидат, проверяется его прошлое, проверяется наличие имеющейся судимости, погашенной, непогашенной. Ну, к нам не может устроиться человек даже с погашенной судимостью. – В обязательном порядке проверяется также и административное прорушение, которое совершил кандидат. 342-й федеральный закон о службе органов внутренних дел. Там четко и ясно говорится о том, что если кандидат, который идет в органы внутренних дел, в течение года совершает административное прорушение умышленного характера, то есть это преступление против порядка управления, появление в пьяном виде мелких хулиганств, ну, наиболее распространенные, то однозначно такой кандидат не берется у нас. – То есть, по большому счету, мы говорим о том, что полиция пытается отобрать людей здоровых физически, здоровых психически, без каких-то хвостов юности, да, и с, ну, такой плюс-минус правильной моральной системой. – Да, ну, если говорить вот о картине кандидата, которую мы хотели бы видеть, ну, я, наверное, скажу, может, все скажут, что это идеальная картина, но это человек с достаточным уровнем правосознания. – Порядочный по-русски говорит. – Да, то есть он должен понимать, что он будет, идя в систему, он будет стоять на страже закона. – И в приоритете у него должен быть закон, охрана закона и поддержание закона. У кандидата, который идет к нам, и у сотрудников мы прививаем чувство, и оно должно быть в обязательном порядке, что понимание того, что человек стоит на страже закона, как он добросовестно выполняет свои обязанности, от этого зависит и состояние в обществе, от этого зависит спокойствие его же семьи, в том числе и на улице, да, патруль для постовой службы добросовестно исполняет, задерживает, убирает с улиц правонарушителей, его семья в этом районе спокойно гуляет, ходит. Ну, это такой элементарный пример. Хотели бы мы видеть у себя кандидатов целеустремленных и достаточно амбициозных, стремящихся сделать карьеру. Почему? Потому что любой человек, который целеустремлен, он ставит перед собой цель, и если он идет к этой цели, он стремится как можно… – До генерала, в общем, все-таки. – Конечно, да, ради бога, все хотели бы видеть генералами, которые к нам пойдут. Человек стремится, у него есть цель, он ее добивается, он будет работать хорошо, если у него есть цель перед собой ставить. – Слушайте, вот в теории все здорово, я думаю, что мы все хотели бы видеть именно таких сотрудников полиции. да, вот я не знаю, как в фильмах старых, да, там, как «Дядя Степа памяти с детства», да, вот это вот все. – Ну, в то же самое время, в реальности мы довольно часто, по крайней мере, слышим то какие-то жалобы, то какие-то бесконечные скандалы, там, часть которых доходит до суда, часть не доходит до суда. Я помню, в Оренбургской области было несколько громких дел, которые вот долго, муторно тянулись, доходили все-таки до суда, и были решения, когда сотрудников полиции за применение силы к задержанным, ну и, в общем-то, и сроки были для них. То есть вот как вот с этим быть? То есть вы говорите одно, а вот такие случаи все-таки есть. Где вот происходит вот этот слом, что мы ищем хороших, порядочных, а потом полицейских судят? – Ну, я с вами согласен. Да, эти факты были, не буду отрицать, они все прекрасно знают. Сама система зачастую подталкивала к совершению вот таких вот проступков со стороны сотрудников. Это и система оценки деятельности органов внутренних дел, когда, не будем скрывать, была палочная система и количественные показатели, да. Но я бы не хотел, чтобы на единичных фактах, на единичных фактах, они, скажем так, вот если проанализировать, ну, возьмем не только полицейских, любых там педагогов, там, врачей, найдем несколько фактов у них, у каждой профессии мы найдем людей, которые совершили проступок. Но нельзя на основании только этих фактов делать выводы. Я считаю, выводы о системе нужно делать на том, как система вообще построена, какая в ней правоприменительная практика, какие в ней нормативные законы приняты и на что они направлены. Слушайте, вот до эфира мы, у нас есть, кстати, звонок, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел уточнить, где можно посмотреть информацию о вакансии. Может, есть сайт? Здесь все достаточно просто. Конечно же, сайт есть в УВД Оренбургской области и в любом территориальном органе. По месту жизни вы можете обратиться в кадровое подразделение, и вам, в общем-то, все в доступной форме пояснят, какие есть вакансии, и расскажут про каждую вакансию вам об этом. Спасибо вам большое за ваш звонок. Вы вот задавали вопрос о том, как можно устроиться. А для вас работа в органах полиции – это что в первую очередь? А, у нас уже сорвался звонок, можем, собственно, продолжать. До эфира мы с вами говорили, вы обмолвили, что, в общем, последнее время ваше ведомство вас занимает очень жесткую позицию, и даешь, что человек даже не может уйти сам, если стал героем вот какой-то нехорошей истории. Да. Вот можно об этом чуть подробнее? Да, конечно, секрета никакого нет. В 2015 году принимается директива министра внутренних дел, директива номер один о дисциплине и законности, так называемой. То есть директива, я не буду там всю ее рассказывать. Ну, суть, да. Суть директивы, суть мероприятия, которые там заложены, они направлены на самоочищение системы, на удаление системы людей, которые себя скомпрометировали, на то, чтобы эти люди потом в дальнейшем не могли вернуться в систему. Ну, приведу примеры такие, допустим. Попался сотрудник органов внутренних дел за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однозначно он будет уволен из системы по отрицательным мотивам. То есть по статье. По статье, да. Не уйдет он сам вежливо. Да, он не уйдет вежливо, и он не уйдет по собственному желанию. И исходя из этого о том, что он... Алексей Александрович, я вынуждена вас на секундочку прервать. У вас снова есть звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Геннадий. Я вот с таким вопросом услышал, включил канал, услышал. И вот хотел бы вернуться к первой части. Вы говорили о нагрузке на сотрудника. Изменяется график. Вот я хотел бы сказать, если учитывая, что ненормированный график, нагрузка влияет на качество? Это первый вопрос. Второй вопрос. Проверяется ли качество работы работника при напряженном графике, его психологическое состояние и опять на детекторе лжи, при учете того, что он, например, год или два отработал? И следующий вопрос. При нагрузке такого графика, когда будет выяснено, что у него плохо со здоровьем, замена другим сотрудникам происходит качественным или просто новобранцам? Можно я вам маленький вопрос задам? Вот если говорить об образе сотрудника полиции, который мы все хотим видеть и который есть на сегодняшний день. Вот для вас, как вы на сегодняшний день видите такой усредненный образ сотрудника полиции? Я хочу сказать, что сама система, она правильна, она урегулирована со времен царя, перешла в СССР и так далее. Но происходит то, что контроль не осуществляется надлежащий. График работы очень сложный, ненормированный график. Замена происходит, люди просто уходят по состоянию здоровья. А опытные сотрудники не набираются. То есть они приходят, как вы знаете, у медика за окном свое кладбище. Здесь практически все то же самое выглядит. А вы работали в органах, да, я так понимаю? Я нет. Вы нет, да? Спасибо вам большое за ваше мнение. Я очень наблюдательный человек. Алексей Александрович, ответим. Да, человек действительно наблюдательный, задает правильные вопросы. Анализируется, конечно же. Мы прекрасно понимаем о том, что сотрудники работают с нагрузкой. Неспроста практически в каждом отделе полиции есть свои психологи, которые, в обязанность которых, входит анализ эмоционального состояния сотрудников, выявление сотрудников, которые находятся в подавленном состоянии, у которых нагрузка. И предложение тоже в их обязанность входит, это предлагать начальну к те или иные решения. Для того, чтобы не произошло срыва и не произошло ЧП, какого-либо связанного с эмоциональным состоянием сотрудника. Для этого мы психологов в каждом подразделении, эти единицы, мы стараемся, чтобы они у нас были укомплектованы. У нас буквально в восьми подразделениях, отделах внутренних дел, нет психологов, но их курируют соседние психологи. Соседние, это, конечно, наверное, не самое лучшее. Соседнего территориального органа. И мы достаточно регулярно, достаточно регулярно, раз в год, в любом случае, психологическое обследование коллективов проводится. Алексей Александрович, вынуждена задать вам последний вопрос. Опять же, до эфира вы говорили о том, что сейчас ввели один из критерий оценки работы сотрудников полиции, это именно общественное мнение. Меняется ли как-то общественное мнение, если можно очень коротко, и куда, в какую сторону? В Оренбургской области. Да, помимо ведомственной, так называемой, эстетической оценки, которая выражается в цифрах и которая привязана к средним цифрам по России, есть так называемая неведомственная оценка и общественное мнение, которое анализируется даже не нашим ведомством. И эта оценка средств делается раз в год. Естественно, мы внимательно очень смотрим за этой оценкой. Вот на сегодняшний день лучше, хуже стало? Значит, она делается, еще раз говорю, раз в год производится. И в том году, в начале, скажем так, этого года, она во всяком случае была лучше, чем предыдущий год. То есть, но мы видим, что не настолько, насколько нам бы хотелось. Поэтому предела совершенства нету. Ищем новых генералов. Ищем, нет, мы не будем искать новых генералов. Значит, мы, я скажу так, чтобы всем было понятно, оценка деятельности сотрудников органов внутренних дел во многом в решающей степени зависит от общественного мнения, в конце концов. Да, есть цифры, но когда нас оценивают в конце каждого года, общественное мнение является решающим. Поэтому мы дорожим общественным мнением и стараемся, чтобы не было вот этих резонансных происшествий. Поэтому стремимся, чтобы меньше было этих... Спасибо вам большое, что стали нашим гостем сегодня. Мы вынуждены прерваться буквально на одну минуту. После этого вернемся в студию и поговорим с экспертами о том, чего же не хватает Оренбургской полиции для того, чтобы набрать нужное количество сотрудников. А нам всем для того, чтобы гордиться людьми в форме. Мы снова в студии «Обратные связи». Продолжаем обсуждать тему и проблему количества и качества сотрудников Оренбургской полиции. К нам за время короткого перерыва присоединились эксперты. Это Ирина Сергеевна Якиманская, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии Оренбургского государственного медицинского университета. Добрый вечер. И руководитель регионального движения «Антидилер» и член наблюдательного совета при УМВД по Оренбургской области Денис Игоревич Терсков. Вот с ними мы продолжим говорить. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Вы тоже можете присоединиться к диалогу. Звоните нам, участвуйте в нашем голосовании. Наверное, у меня первый вопрос все-таки к Ирине Сергеевне, потому что вот мы слышим, что очень большой отсев на уровне психологического отбора. Что с нами не так? Видимо, со всеми, потому что это же не действующие сотрудники, это только претенденты. Да, но надо сказать, что сейчас в принципе сложная обстановка. Пандемия, общий уровень тревоги очень высокий. И, естественно, на этом фоне все какие-то такие слабые места начинают очень сильно обостряться. И здесь это, естественно, касается всех специалистов, помогающих профессии, а вот полицейские именно к этому относятся. И получается, здесь есть некоторый процесс общий, общественный, но и, естественно, есть процесс профессиональный. А там это особенности общения с весьма специфическим контингентом. То есть мы не хотим лезть в эту грязь, мы не хотим этих проблем для себя или что? Ну, я думаю, что есть, конечно, некоторое желание дистанцироваться у общества. И, может быть, именно это мешает повысить статус сотрудника полиции. Если бы мы как-то позитивно относились, помогали, поддерживали, наверное, меньше бы было криминала в обществе. Зачем идут пытаться устроиться на работу те люди, вот которых как раз отсеивает вот эта психологическая экспертиза, да? То есть с чем они идут? То есть они действительно идут за дубинкой, за властью, за возможностью прокрутить какую-то схему теоретической? Ну, тут, видите, мотивация – это очень сложная вещь. И сложная она в том, что есть осознанная мотивация, есть скрытая мотивация, есть еще бессознательная мотивация, о которой даже не знает тот человек, который идет. То есть он, может быть, искренне уверен, что он хочет принести пользу, а на самом деле быть потенциально опасным? Может быть и так, да. Слушайте, как страшно жить. Уровни мотивации, они достаточно сложны, и поэтому сложна диагностика. Ну и кроме этого, никто не отменял стресс, а в ситуации стресса мы вообще все склонны к таким животным реакциям. Правда? Или напал, или убежал, или затаился. Нормальная животная реакция. И здесь, конечно, вот достаточно много требований именно к сотрудникам полиции. Это факт. Не все выдерживают. Денис Игоревич, вот в силу вашей общественной деятельности вам явно многократно приходилось видеть разных сотрудников полиции. Вот есть у вас на сегодняшний день проблема с тем, что общество как-то, ну, не совсем, может быть, правильно, не совсем позитивно относится к тем, кто, по идее, должен нас защищать, и есть ли в этом их вина в том числе? Да, конечно, это есть, оно было и остается. Но сейчас я уже неоднократно говорил про то, что идет еще все равно стереотип 90-х. Да, то есть, как бы, многие до сих пор думают, что в полиции бьют и так далее. Я, наверное, с 2015 года, да, очень плотно взаимодействую с силовыми структурами, причем не в нашем регионе, а по стране. Потому что я возглавляю все движение антидилеров в стране. И периодически сам бы хотел ударить, да? Да, но я понимаю, что действительно и сотрудникам хочется, но, к сожалению, если говорить о нынешних законах, то сотрудники очень сильно ограничены в своих правах. К счастью, наверное, все-таки. Вот вы знаете... Что бить-то нельзя, к счастью. А вы знаете, вот как раз когда мы находимся на каких-то там рейдовых мероприятиях и так далее, я реально понимаю, что... А зря. Зря сотрудник полиции не может применить силу. Ну, потому что, понимаете, вот быдло, откровенное быдло, пьяное, бухое, которое, извиняюсь за мое выражение, просто провоцирует, оскорбляет всех и вся, нарушает все, что можно, да, там чуть ли не с ножом кидается, да, сотрудники боятся применить какую-то силу, потому что потом начнется следственный комитет, суды и так далее. И как раз сейчас у многих остались эти стереотипы, а как раз наоборот, сотрудники полиции практически просто боятся применить физическое. Потому что потом их еще, к сожалению, система может и не отстоять. Даже так, да. И поэтому я вижу это немного с другой стороны, да, понимаете, когда вот вы вызываете, не дай бог у вас что-то дома случилось, а вы вызвали сотрудника полиции, а там на вас нападают или еще что-то, а он не захочет принимать физическую силу. Он не захочет вас защищать. Вот сейчас настолько, к сожалению, такое законодательство, что сотрудники не хотят применять физическую силу. Они не могут нас с вами защитить сейчас. И поэтому я это вижу с другой стороны. И я как раз за то, чтобы наоборот дать им больше возможностей. Ирина Сергеевна, где эта грань вот тонкая между тем, что вы... Ну, к сожалению, да, я добавлю, что здесь, к сожалению, надо, да, прям очень четко отбирать сотрудников, чтобы они были эмоционально стабильны, чтобы у них не было желания, да, там, выбивать показания. И не агрессор, и не трус, по идее. Так должно быть? Ну, действительно, граница вроде бы очень такая сложная. Я тут президента процитирую. Он говорил, что если вы видите, что действительно ситуация опасная, то лучше бить первым, а не обороняться. И здесь, ну, важна, конечно, адекватная оценка ситуации. А это может делать только человек с адекватной психикой. Почему мы потеряли вот этот, правда, наверное, несколько идиллический киношный образ, который вот был в советских именно фильмах, да, где там был сотрудник милиции, тогда еще такой до абсурда, без страха и упрека, да, а сейчас, ну, периодически можно услышать, собственно, какие-то стереотипные старые истории, но не советские. Ну, я думаю, что здесь просто вообще у нас в целом страна поменялась. У нас тогда была идеология, мы куда-то все шли и чего-то хотели добиваться. А сейчас просто все рамки размыты и, опять же, нет там того, той же полиции, да, она выполняет свои четкие какие-то регламенты, которые у них прописаны. И у них нигде не там не прописано, что там, ну, вы там должны помочь там, не знаю, водителю, да, который пробил колесо и так далее. Ну, помогают же периодически? Ну, это, как раз, это отдельные, да, личности, которые правильно воспитаны. Это сотрудник полиции, это же не робот, да, это такой же член общества, как все мы, и каждого по-разному воспитали, каждый, ну, разная семья, и кто-то готов помогать, а кто-то, ну, вот он с девяти до шести пришел, ну, образно, да, отработал, получил зарплату, и все, ему плевать. Что там, кто там? Старший идет, завездочки растут, все хорошо. Они же тоже люди, они тоже все разные, и поэтому, кто как вы здесь, к сожалению, кто как воспитан. А тогда система, наоборот, говорила о том, что вы должны помогать, вы должны там предостеречь, не наказать, а предостеречь вначале. Это на самом деле так? Или это опять миф, но уже в другую сторону? Или эти проблемы были всегда? Ну, действительно, общество меняется, но я думаю, что проблемы были всегда. В общем, количество психически больных не увеличилось и не уменьшилось. Вне зависимости от строя. Есть некоторая константа, да. Ну, и здесь я вот поддержу, действительно, есть люди, которые формально относятся к своим обязанностям. Ну, и вопрос, конечно, к психологам, что это может быть за инструментарий, который бы хорошо выявлял установки, скрытую мотивацию. Но здесь еще вот психология, как наука, к сожалению, не все может. Ну, то есть отличить человека, который подходит, нет, не всегда просто, да? Ну, есть определенная степень вероятности, с которой мы можем отличить этого человека. Мы не можем дать стопроцентную вероятность. Ирина Сергеевна, вот с вашей точки зрения, с точки зрения психолога, кому нужно идти служить в органы полиции? Вот какая личность, если очень коротко, да, вот, может быть, с широкими мазками обрисовать, какая личность должна идти в полицию? Ну, и какая, может быть, наоборот, наиболее часто пытается туда влезть, попасть уж из-за сменительства? Ну, есть такой термин в психологии – криминальная личность. Ну, и, наверное, хорошо представляете, что полицейский, он должен хорошо себе представлять эту криминальную личность, но и не быть этой криминальной личностью. И здесь, конечно, дело во внутреннем, ну, условно говоря, да, в такой житейской психологии, стержне, что ли, в ценностной сфере, в определенной установке гуманистической. Ну, а криминальная личность – это человек, который придерживается совсем других ценностей. И вот на уровне ценностей важно, чтобы было различие. Если мы говорим о том, что вот такой жесткий отбор пытаются ввести, что, в общем, даже не добирают сотрудников, да, может быть, есть резон пойти по пути какого-то, ну, я не знаю, какой-то профориентации, как это на сегодняшний день делают крупные корпорации, которые выбирают себе потенциальных будущих сотрудников еще со школы, когда там есть какие-то классы, там, для нефтяников, для еще кого-то, для еще чего-то. И они действительно, то есть с ними работают там в разной форме, да, потом они идут в ВУЗы, а потом в эту самую корпорацию радостно приходят устраиваться. Почему государство не может быть такой корпорацией, которая будет расти? Не, на самом деле такие классы есть. Они уже появились, да? Да, но их очень мало. Здесь, на самом деле, ну, наверное, вот опять же, о цели государства, да, к сожалению, то есть никто не ставит таких целей и задач, чтобы воспитывать правильных сотрудников, которые будут честными, которые будут действительно нас с вами защищать и стоять на страже закона, а не просто там сейчас, грубо говоря, брать по объявлению. Ну, институт, естественно, есть, классы есть, ну, института, наверное, сколько было, столько осталось. А вот классов, ну, я знаю, они даже в Оренбурге есть, но их очень мало. Их не хватает, да? Ну, я думаю, что да. Ирина Сергеевна, это был бы путь? Ну, путь хороший, да. Пытаться найти здесь. Прово-ориентация – это очень хорошо, и когда мы воспитываем этого человека с молодых ногтей, да, как говорится. Но тут важно отражать, что сейчас мир изменился, да, мы говорили, и у нас все больше и больше свободы выбора. И это, конечно, вопрос к нам, как готовить, потому что получается, что есть некоторый образовательный маршрут, по которому придет этот сотрудник, да, не хочется выращивать в пробирках полицейских. Важно, чтобы был опыт, важно, чтобы было желание, да, но и определенные, вот, ценностные установки. Если мы говорим о, так скажем, вознаграждении за всю эту работу, да, насколько важно, чтобы оно соответствовало той работе, или все равно в первую очередь туда должны идти не за деньги? Нет. В любом случае, я считаю, что как профессия учитель, как профессия, там, МВД, спасатель и врач, и чиновник, кстати, тоже, они должны быть очень высокооплачиваемы, и чтобы, во-первых, люди хотели туда пойти, но боялись потерять эту работу. Чтобы это было престижно. Да, чтобы это было престижно, как это сделали, блин, Грузия сделал, что это престижно. Как вам кажется? Ну, да, да, здесь большой вопрос повышения статуса в обществе. Но при этом они должны бояться взять взятки. Да, кстати, о статусе в обществе напомню, что мы проводили опросы, мы спрашивали у наших зрителей, вот как они понимают работу в органах полиции. Уже можно подводить результаты. Я бы, наверное, вот именно Ирина Сергеевна попросила бы его потом прокомментировать в финале, потому что, ну, на мой взгляд, дилетант, он такой очень показательный на самом деле. Первое место. Из 41% голосов набрал вариант ответа, что работа в органах полиции – это всего лишь стабильность, которую ты получишь, находясь на обеспечении государства. Всего лишь 5% считает, что это самая обычная работа. 36% участников голосования уверены, что это возможность получить власть. И только 18% проголосовавших считают, что это служение людям. Ирина Сергеевна, вот это плохой расклад? Или мне кажется, что это плохой расклад? Ну да, меня тоже несколько напрягает мотивация получить власть. С одной стороны, мы говорим о карьере, о желании самореализоваться. Но это же не власть, это именно самореализация. Да, да. А вот власть, конечно, это такая не очень однозначная мотивация для полицейского. Мы рискуем. Но с другой стороны, власть, она очень хорошо в кризисных ситуациях, когда необходимо очень четко и директивно давать указания. А полицейские, они же для кризисных ситуаций. То, что большинство людей подумали про шанишки, то есть про плюшки, это, наверное, обычно, нормально или это тоже не очень хороший симптом? Ну, у нас есть очень большая установка на работу в госорганизациях. Потому что это устойчивость и материальное обеспечение. Тут вот эта социальная установка, без нее никак. Вот вам бы хотелось, чтобы какой ответ лидировал? Ну, я думаю, что хорошо бы, если бы все были примерно одинаковые. Ну, выскажу личное мнение, хотя мне и не позволено. Мне бы хотелось, чтобы лидировал вариант ответа служения людям. Тогда, наверное, мы сможем гордиться нашей полицией, быть уверены, что она бережет, если мы сами так будем относиться к этой работе. На этом все. Мы были в прямом эфире. Вы смотрели «Обратную связь». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова